Как разновидность литературного языка? Таким образом, одним из ведущих коммуникативных параметров, определяющих условия реализации разговорной речи, является параметр «неофициальность общения». По этому параметру «разговорная речь» противопоставлена книжно-письменному литературному языку, обслуживающему сферу социального общения. Носителями разговорной речи являются люди, владеющие литературным языком. Основой разговорной речи являются диалекты и говоры, суржики, городской сленг и жорганизмы, а также элементы книжной речи. Что такое разговорная речь? В каких разновидностях она существует и как противопоставлена книжной речи? Разговорная речь отличается от книжной сферы применения. Разговорная речь реализуется в бытовой сфере, книжная – в специальной. Функцией разговорной речи является неформальная коммуникация, часто в неофициальной обстановке. Книжная речь не допускает отступлений от литературной нормы. Научный стиль и его подстили, собственно, научный, научно-популярный, научно-учебный, официально-деловой стиль, документальная публицистика, информативные тексты требуют точности, строгой логичности. Разговорная речь существует в устной и письменной формах. При этом литературно-разговорная форма сохраняет нормы литературного языка, а разговорно-просторечная форма может допускать отклонения от литературных норм, имеющие оттенок сниженности. Таким образом, мы познакомились со сферой применения, функциями и разновидностями разговорной речи в сопоставлении с книжной речью. Разговорная речь имеет свои специфические черты и языковые особенности. Разговорные речи характерны неофициальность, непосредственность, непринужденность, эмоциональность и экспрессивность, личная оценочность содержания, использование жестов и мимики. А сейчас рассмотрим более подробно языковые особенности разговорной речи. Орфоэпические языковые особенности разговорной речи. Менее отчетливое произношение, утрата звуков и слогов, деформация слов, связанная с убыстренным темпом речи. Например, естественно, естествен, сейчас, щас, сейчас, тысяча, тыща, значит, в значении вводных слов, значит, начт, нащ, вообще, вообще, говорю, говорит, грю, грит, сегодня, сёдня, сёня, сёнь. Лексические языковые особенности разговорной речи, использование слов с экспрессивно-оценочной окраской и фразеологизмов, имеющих экспрессивно-оценочные оттенки. Просторечных слов, например, загвоздка, насобачиться, грязнуля, лезть из кожи вон, баба с возу, извиваться ужом, всё в ажуре. Морфологические языковые особенности речи. Разговорные формы падежей существительных. Усечённые звательные формы существительных. Усечённые глагольные формы со значением неожиданного действия. Разговорные формы инфинитива, например, в дому, сектора, множественное число. Много витамин, мам, прыг, хватать, слыхать. Синтаксические языковые особенности разговорной речи. Используются преимущественно простые формы диалога. Полилог преобладают простые предложения. Из сложных чаще используются сложно сочинённые бессоюзные. Слова-предложения. Сказуемые. Выраженные инфинитивом. Неполные предложения. Вставные и присоединительные конструкции. Например, «не хочешь – не делай». И «давай она бежать». Да нет, вот эту красную покажите, пожалуйста. Пропущена сумка. В зависимости от речевой ситуации и коммуникативных намерений, говорящих, возможен любой тип разговорной речи – описание, рассуждение, повествование, соединение разных типов речи. Итак, мы познакомились со специфическими чертами и языковыми особенностями разговорной речи. Таким образом, мы увидели, что основная сфера употребления разговорной речи – непринуждённые беседы. При этом надо различать устную форму литературного языка и разговорный стиль с его особой речевой системностью. Основная функция разговорной речи – коммуникативная. Общим для разговорного стиля и разговорной речи является преобладание устной формы. Разговорная речь сама по себе является частью разговорного стиля. Главное же различие в том, что речь по одному из своих определений – процесс говорения и передачи информации. Стиль же – набор определенных признаков устного или письменного текста. Разговорный стиль, в отличие от разговорной речи, понятие более устойчивое, ведь речь, как и язык, структура подвижная и постоянно меняющаяся, хотя в общем и целом между ними больше сходств, чем различий. Продолжение следует...